Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Для укрепления иммунитета и здоровья горожан в Самаре продолжается работа по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Реализацию обсудили на совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте госуслуг, восстановить забытый пароль. Сотрудники МФЦ выезжают в ресурсные центры разных районов города для работы с жителями. В Самаре предлагают установить памятник писателю Алексею Николаевичу Толстому. Возможные локации для установки монумента осмотрел депутат Госдумы Александр Хинштейн. Двойное счастье в областном перинатальном центре выписали маму и наврожденных мальчиков-двойняшек. Щи без мяса, рис на воде, овощной салат, пирог с изюмом и компот. Как держать великий пост? Для укрепления иммунитета и здоровья горожан в столице региона продолжается работа по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни», которая является частью нацпроекта «Демография». По итогам прошлого года в Самаре число занятых физической культурой и спортом в сравнении с периодом прошлых лет увеличилось на 6%. Об этом говорили на еженедельном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Какими видами спорта увлекаются самарцы и как работают тренеры по месту жительства, узнала Ольга Павлова. Предоставление грантовой поддержки стипендии, одаренным детям популяризации физической культуры и спорта. В числе приоритетных задач, которые в 2022 году стояли перед Департаментом физической культуры и спорта, работа по федеральной программе «Спорт. Норма жизни», которая является частью нацпроекта «Демография». По итогам прошлого года в возрастной группе от 3 до 79 лет в спорт оказались вовлечены 54,3% граждан, что на 6% выше, чем в 2021 году. В 2022 году в ВВД Департамент осуществлялись уделения 13 муниципальные спортивные школы, 2 физкультурно-спортивные центры и 1 спортивно-здоровительный лагерь. Также в ноябре 2022 года в соответствии с постановлением администрации было создано муниципальное автономное учреждение Центра развития физической культуры и спорта. В 2022 году в Самаре работали 100 тренеров по месту жительства, которые оказывали самарцам помощь в организации и проведении районных праздников и спортивных мероприятий, таких как турниры дворовых команд по мини-футболу, соревнования по лыжным гонкам и другие. За отчетный период 2022 года тренерами по месту жительства было проведено более 1800 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Активное участие Департамент физической культуры и спорта принимал и в организации летней оздоровительной кампании. В ее рамках в 2022 году были проведены 7 смен с общим количеством участников 1173 человека. Также с 15 по 26 июня была проведена профильная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья. За год в черте города было организовано 274 спортивно-оздоровительных мероприятия для граждан. Наиболее значимые традиционные мероприятия – это Самарский лыжный марафон «Соколи-город», легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, Самарский легкоатлетический фестиваль «Королева спорта», физкультурно-спортивная акция «Приходи на пряжь поиграем», физкультурно-спортивная акция «Выходная из ГТО», физкультурно-спортивная акция «Самара-движение». За счет средств муниципального бюджета в прошлом году проведены работы по капитальному ремонту 10 подведомственных департаментов физической культуры и спорта учреждений. Среди них физкультурно-спортивный центр «Чайка», муниципальное автономное учреждение «Самара-Олимп», школы Олимпийского резерва 2, 3, 11, 12, 13, 14 и 15. В целях усиления антитеррористической защищенности 15 учреждений были дополнительно оборудованы инженерно-техническими средствами охраны. В 2023 году запланировано введение в эксплуатацию модульного спортивного зала в Ленинском районе Самары и капитальный ремонт спортивного комплекса «Маяк». Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжают очищать проезжие части и тротуары от снега и наледи. Особое внимание уделяют участкам, которые были отремонтированы в прошлые годы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Как идет процесс, увидела наша съемочная группа. Дорога по улице Магистральная – один из связующих участков между промышленными предприятиями, торговыми складами. Помимо легкового транспорта здесь ходят общественные, а также большегрузы. Во время сезонного содержания к таким участкам приковано особое внимание служб благоустройства. Важно поддерживать высокую проходимость. В прошлом году Магистральную обновили на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Новое высокопрочное асфальтобетонное полотно уложили на площади более 52 тысяч квадратных метров от улицы Чекистов до Зубчининовского шоссе. Кроме проезжей части, привели в порядок въезды и выезды на примыкающие улицы, внутриквартальные территории. На данном участке была выполнена работа с новой асфальтобетонной смесью, именуемой МАШ-16. Данная асфальтобетонная смесь показывает, что она себя хорошо ведет на участках дорог с большим потоком, то есть с большой проходимостью. Важно правильно содержать дороги в течение всего сезона. От этого прежде всего зависит их срок эксплуатации. Во время температурных качелей, когда днем столбик термометра растет и снег тает, а ночью вода замерзает и разрушает дорожное полотно. Чтобы предотвратить это, необходимо обрабатывать дорогу противогололедными средствами. На магистральный подрядчик используют галит. Через 2-3 часа после того, как он подействует, дорогу обязательно прометают. Ранее было сделано на улице магистральный вывоз снега. Сейчас вывозим оставшуюся часть, далее прометаем и просыпаем. Снег с дорог вывозят на площадке временного складирования. Такую работу организуют по всей уличной дорожной сети по городу. В преддверии потепления и положительной температуры Самару продолжают приводить в порядок. Всего в минувшую ночную смену на улицах задействовали 229 машин и 98 дорожных рабочих. За сутки вывезли почти 6,5 тысяч тонн снега. Михаил Ермоленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В столице региона продолжаются выездные приемы, которые проводят специалисты МФЦ на базе территориальных ресурсных центров поддержки актива многоквартирных домов. Граждане могут получить информационную и юридическую поддержку. Кроме того, им помогут зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Подробности узнали наши корреспонденты. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Госуслуг, восстановить забытый пароль. Сотрудники МФЦ сами выезжают в ресурсные центры, которые организованы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, Мой дом». На этот раз они работали в Октябрьском районе Самары на Новосадовый 164А. Раиса Васильева пришла на встречу со специалистом МФЦ, чтобы разобраться с учетной записью на Госуслугах. И в дальнейшем через эту платформу оплачивать налоги, записываться на прием, оформлять документы, а также работать с платформой ГИС ЖКХ. Пользу мы видим в том, чтобы видеть отчет нашей управляющей компании. Какие работы по нашему дому, допустим, сделаны, в каком объеме, и какая сумма денег затрачена, скажем так. Нас вот этот вопрос очень волнует. Проект «Мой дом» запущен в 2021 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Он направлен на правовую помощь, содействие активным собственникам жилья, обучение грамотному управлению и содержанию дома. Помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Сегодня всем очевидно, что дистанционно намного удобнее работать, получать какие-то консультации, муниципальные услуги, государственные. Я уж не говорю о личном кабинете пенсионного фонда. Для многих это актуально – посмотреть налоговую политику, поизучать какие-то налоги и в том числе оплатить их. Поэтому это экономит и время, и силы, и средства. Администрация внутриградских районов регулярно организует встречи граждан с сотрудниками МФЦ на базе ресурсных центров. Напомним, продолжает работать горячая линия регионального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, проекта «Мой дом». Звонить можно в будню по телефону 8 800 55 55 263. Звонок бесплатный. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. В Самаре предлагают установить памятник Алексею Николаевичу Толстому. Сделать это хотят в год празднования 140-летия писателя. Возможные локации для установки монумента осмотрел депутат Госдумы Александр Хинштейн. Также парламентарий в рамках региональной недели проверил, как проходит реконструкция бывшего полицейского управления на улице Фрунзе и клуба имени Дзержинского. Обо всем в деталях Михаил Ермоленко. В январе 2023 года 140 лет исполнилось Алексею Толстому. Его знают не только как одного из самых известных отечественных писателей, но и как общественного деятеля и военного корреспондента. Алексей Николаевич прошел две мировые войны. В годы первые он писал фронтовые очерки для газеты «Русские ведомости». А во время Великой Отечественной войны печатался в «Красной звезде». В юбилейный год Толстого российское военно-историческое общество предложило увековечить память писателя в Самаре, установив памятник. Впервые эту идею обсуждали больше 10 лет назад, но тогда процесс не запустили. Сегодня же для мемориала уже ищут площадку. Солдаты писали Толстому о том, что его корреспонденция, его материалы, его рассказы поднимают их в бой и служат для них, ну, таким лучшим стимулом для победы. Мне кажется, что это совершенно по-другому заставляет нас смотреть на фигуру Толстого. И сохранение памяти о таких людях, о патриотах, я считаю, это очень правильно и очень нужно. По словам парламентария, в Самаре может появиться не просто памятник, а целый комплекс. Возможно, рядом со скульптурой Алексея Толстого установят горельеф, на котором будут изображены персонажи произведений писателя. Сейчас для этого выбирают подходящее пространство. Одна из локаций – набережная на Некрасовском спуске. Осмотрела делегация и площадку рядом с речным вокзалом. Статусность, может быть, того или иного объекта и художественного произведения должна соответствовать той ситуации, где он находится. Если мы говорим о набережной города, которая является городом, лицом города, и наиболее значимый городстоятельный объект, наиболее значимые, в том числе и в истории нашего города, личности должны быть повековечены, наверное, в том числе и здесь. Во время региональной недели Александр Хинштейн также посетил несколько объектов реставрации. Один из них – клуб имени Дзержинского – уникальный образец советского конструктивизма. Восстанавливать здание начали летом прошлого года. По словам подрядчика, сейчас объем работ выполнен на 70%. Срок сдачи – сентябрь 2023-го. Сейчас ждем отключения отопления. Заходим доделывать систему отопления, соответственно. У нас фасады, замена окон, подоконников и небольшие внутренние отделочные работы. Также к восстановлению готовят здание бывшего полицейского управления на улице Фрунзе. Здесь с декабря 1917 года по июнь 1918-го располагался штаб охраны Самары. Сейчас базируется управление по вопросам миграции. Как проходит подготовка к обновлению строения вместе с парламентарием проверил начальник главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области Игорь Иванов. По контракту подрядчик должен отремонтировать фасад, восстановить кирпичную кладку, обновить внутренние интерьеры и многое другое. Как отметил Александр Хинштейн, здание необходимо полностью привести в порядок. Увидели, например, что с внутренней стороны это здание скреплено стяжками, потому что в нем есть трещина. Чтобы эти трещины устранить и здание привести в порядок, будет выполнено усиление конструктивных фундаментов, и тогда здание встанет на свое место. Сейчас в Самаре на реставрации находятся 16 объектов культурного наследия. Михаил Гермоленко, Григорий Плешаков. События. К чему приводит беспечность на дороге и несоблюдение правил дорожного движения? Об этом сотрудники госавтоинспекции рассказали учащимся Самарского колледжа. Для них устроили краш-тест. Все подробности о Елене Чернявской. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Шокирующие кадры дорожных аварий, откровения жертв и тех, кто ежедневно сталкивается с горе автомобилистами. Такие кадры демонстрируют сотрудники ГИБДД Самары, учащимся в самарских колледжах и студентам вузов. Задача – напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах. Сегодня занятие прошло в Самарском финансово-экономическом колледже. Такие мероприятия очень важны и нужны для студентов нашего колледжа, потому что, смотря на их молодой возраст, это им пригодится очень в будущем, потому что в будущем они все обязательно будут водителями, у них будут свои семьи, и они должны об этом помнить всегда о безопасности дорожного движения. Наша задача – вызвать эмоции на данные видеоролики, которые в процессе уже откладываются в голове участников, и они ведут себя более правильно на дорогах. Дорожные полицейские уверены – такие уроки безопасности надолго останутся в памяти молодых людей и сделают их более дисциплинированными участниками дорожного движения. В свою очередь слушатели признались, что участие в краш-курсе стало для них эмоциональной встряской. Лекция мне очень понравилась, информация была донесена хорошо, и я думаю, многим это пойдет на пользу. Нам обобщили всеобщие правила ПДД, как их соблюдать, как передвигаться по дорогам, чтобы было безопасно, а где именно передвигаться и как смотреть на пешеходные переходы, чтобы было безопасно переходить. За этот год на дорогах Самары произошло 163 ДТП, которые унесли жизни двоих взрослых, пострадало 16 детей. А нетрезвые водители спровоцировали свыше 200 аварий. Елена Чернявская, Константин Головин. События. Двойное счастье. В Самарском областном перинатальном центре выписали маму и наврожденных мальчиков-двойняшек. Чуть больше месяца они находились под пристальным наблюдением врачей. Но теперь, когда опасность для здоровья миновала, семья наконец-то воссоединилась. Подробности о долгожданной встрече расскажет Александра Гусева. Рождение первенца – радостное событие для каждой семьи. А двух первенцев – двойной праздник. Вот и в самарской семье Колесовых сегодня долгожданное событие. Из перинатального центра выписали маму и новорожденных мальчиков-двойняшек. Светлана Колесова родила еще в начале февраля, но раньше положенного срока. Мама с малышами больше месяца оставалась в больнице. Мальчикам требовалась помощь квалифицированных специалистов. Она поступила сразу практически в родовую, то есть она не лежала в палате патологии. Вот 32 недели, учитывая, что это двойня, поэтому маловесные дети – 1400-1500. Четыре дня они привели в отделение реанимации. В нашем отделении они привели чуть больше месяца, восстановили все свои функции организма, набрали вес за два килограмма и вот уже в удовлетворительном состоянии сегодня выписываются домой. Около 45% недоношенных детей, рожденных в Самарской области, появляются на свет в областном перинатальном центре больницы Середавина. Работающие здесь специалисты поставили на ноги сотни детей, имеющих проблемы со здоровьем. Сегодня двойняшки Алексей и Максим чувствуют себя хорошо, а мама мальчиков принимает поздравления. Родителей поздравили не только близкие, но и правительство Самарской области. Передали подарки новорожденным. Очень хороший подарок Дмитрию Азару. Спасибо большое. Там у нас все есть. Там у нас костюмчик есть, пеленки, распашонки, плед есть, шампуньки, крема. Подарок новорожденному – это набор необходимых вещей, которые могут пригодиться ребенку с первых дней жизни. Александра Гусева, Константин Головин. События. Православные христиане 11 марта отмечают вторую родительскую субботу. В этот день принято вспоминать усопших родственников. Согласно традиции, верующие приходят в церковь не с пустыми руками. Необходимо брать с собой постную пищу или фрукты. В родительскую субботу также принято наводить порядок на могилах. При этом запрещается убираться дома. В этом году в марте родительские субботы Великого поста выпадают на 11, 18 и 25 марта. Первая родительская суббота была в феврале. В этом году Пасха или Светлое Христово Воскресенье приходится на 16 апреля. В этот день православные верующие будут угощать друг друга куличами, творожной Пасхой и раздавать крашеные яйца. А до этого времени верующие держат Великий пост. Наш корреспондент Сергей Кизоркин побывал в монастырях и узнал, как правильно поститься. Великий пост у православных христиан предваряет Пасху Христово. Спаситель постился в пустыне 40 дней. Его примеру следуют и христиане перед Пасхой. Рассказывает благочинное верского монастыря Нафанайло. Подъем в половине пятого утра. При этом за стол монахини садятся только раз в сутки в один часов утра после утренней службы. Сегодня в меню еще без мяса, рис на воде, овощной салат, пирог с изюмом и компот. Энергии от этих блюд должно хватить до отбоя в девять вечера. До этого времени монахинь ждут работы по хозяйству и в храме. Постоянная молитва и вечерняя служба. Пост великий располагает именно к покаянию. Что такое покаяние? Покаяние – это признание своих грехов. Каяться пред Господом во всем содеянном плохом. Просить Господа начать новую жизнь. Но какая может быть Пасха, если человек, например, объедался, опивался, гулял, смотрел телевизор. Без поста Пасхи быть не может. Новая жизнь у бывшего железнодорожника Евгения Подхалюзина началась 10 лет назад. Тогда он впервые перешагнул порог свято-воскресенского мужского монастыря. Начинал теперь уже инок Нифонт простым рабочим. Потом стал послушником. И ему доверили печь просфоры – специальный хлеб для богослужения. В этот великий пост Нифонта постригут в монахи и дадут новое имя. В миру такая пословица – терпение и труд – все перетрут. Надо терпеть, молиться, любить Господа. И все получится. И все посты будут нормально преодолеваться. В первую неделю Великого Поста в рационе сырые овощи и фрукты. Затем только вегетарианская пища. А в среду и в пятницу еда без растительного масла. И так почти полтора месяца до пасхального воскресенья. В этом году оно приходится на 16 апреля. Как говорят христиане в таких случаях – Бог в помощь. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Когда просыпается природа и жизнь наполняется новыми красками. Дом-музей имени Ленина открыл свои двери для посетителей выставки самарской художницы Надежды Русяевой «Пробуждение». Более 60 работ маслом – пейзажи, цветы, женские образы. Одним словом, все, что очаровывает и вдохновляет. Картины увидела Ольга Павлова и готова поделиться впечатлениями. Она не просто художник, педагог, автор иллюстрации Кубышевского книжного издательства, рисунков книг и статей. Человек, картина которого сейчас находится в частных коллекциях различных стран мира. На выставке «Пробуждение» реализм в лучшем смысле этого слова. И искажать его не хочется, ведь женщина прекрасна всегда, независимо от настроения, погоды и обстоятельств. Отмечает Надежда Викторовна и показывает одну из самых любимых своих картин. Сидела, что-то вспоминала, как этот поезд отходит, как девочка, проводница показывает свободный путь поезду. И она вот как бабочка и птичка вспорхнула на эту высокую ступеньку. И вот вся она уже в порыве этого поезда. Более 60 работ маслом – оригинальный подарок всем дамам к 8 марта. Пейзажи, цветы, женские образы – все, что вдохновляет, окрыляет и очаровывает. Особенно в начале весны. Здесь и беспокойное море в нежных красках, рассказывающее о переменчивом женском характере. И всадник, будто торопится к даме сердца. И даже цветы, которые не перепутаешь ни с какими другими работами. Авторский стиль художницы в каждом из представленных полотен. Татьяна Салманова впервые увидела эти картины в интернете. Сейчас рада тому, что удалось попасть на выставку и познакомиться с Надеждой Русяевой лично. Вот вживую – это совершенно другой эффект. Картину видеть вот так вот – это, знаете, ну, сказать, что я в восторге – это не то. Вот я увидела в этих картинах, особенно где цветы. Буквально технику исполнения в стиле 3D. Потому что, вот обратите внимание, они выходят из картины. Их можно взять, эти букеты. Когда жизнь наполняется красками, поток чувства крыляет и дает стимул для творчества. Приходит время для новых работ. Рассказывает Надежда Викторовна. Что интересно, большинство картин она пишет под музыку Чайковского и Магомаева. Так идет лучшая кисть и быстрее появляется вдохновение. Такой художественной техникой, которая работает на результат, проникаются и ее ученики. Сейчас многие из них – выпускники лучших художественных и архитектурных вузов страны. Надежда Викторовна является моим первым преподавателем, первым учителем. Считаю, что рисовать может каждый. Главное – желание. Может, у кого-то есть талант, у кого-то есть к этому предрасположение. Но если нет желания, то ничего не получится. Выставка «Пробуждение» открылась в Доме музея имени Ленина в рамках постоянно действующего проекта «Выставка в переходе». Экспозиция будет открыта до конца марта этого года. Вход свободный. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События. Соревновались в беге, на лыжах и на коньках. В спортивном ориентировании – в беге с препятствиями. В Самаре состояла зимняя спартакиада детских дворовых команд. Мы побывали на соревнованиях и расскажем подробности. Пошли, поехали, поехали, поехали. Первый этап – лыжная. В Самаре на территории спортивного центра «Чайка» в Управленческом проходит зимняя спартакиада детских дворовых команд. Эти соревнования проводятся ежегодно с 2012 года, с тех пор, как в районах города появились тренеры по месту жительства. Дети и подростки активно участвуют. Свыше 80% школьников вовлечены в занятия физкультурой и спортом, что соответствует задачам федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Мы с успехом эту задачу выполняем. Мы проводим большое количество массовых мероприятий. Это и забеги, это и лыжные гонки, это и различные спартакиады. Безусловно, школьники и молодое поколение – это большая часть тех, кто составляет вот эту часть, занимающихся физической культурой и спортом. У школьников большой охват и сетью наших муниципальных учреждений, да и частных учреждений, и других организаций, различных общественных организаций, спортивных федераций. Свои команды для участия в зимней спартакиаде выставили 7 районов города. В командах по 4 человека – двое юношей и две девушки. Это школьники в возрасте до 15 лет. Они соревнуются в 4 дисциплинах, а в перерывах подкрепляются горячим чаем и ароматной выпечкой. Одновременно проходят лыжные эстафеты, шорт-трек, то есть бег на коньках. Также команда состязается в беге с препятствиями и показывают свое мастерство в спортивном ориентировании, которое сегодня приобретает в Самаре все большую популярность. Этот вид спорта не требует дорогой экипировки и спортивного инвентаря. Им могут заниматься люди любого возраста. Ориентирование развивает не только физические способности, но и логику, внимательность, самостоятельность, умение принимать верные решения. Детям ориентирование очень нравится. Во-первых, это спорт, связанный с бегом, связанный с бегом всегда на свежем воздухе. Это общение с природой, общение с лесом. У нас в регионе проводится очень много соревнований по спортивному ориентированию, очень высокого уровня. На этом листочке у них изображена карта, вот это вот лабиринта, который здесь построен. В этом лабиринте стоят контрольные пункты. И задача стоит в том, что они должны, используя эту карту, собрать все контрольные пункты, соединенные последовательно по линии. Призеров спорта-киады определили в общекомандном зачете. Третье место заняли школьники Железнодорожного района, второе – Красноглинского. А победителями стали ребята из команды Кировского района. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. А выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok